Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. В сегодняшнем видео мы с вами продолжаем очередной второй прогноз на неделю. И сейчас мы с вами будем смотреть с 11 мая по 17 мая. Смотрим каждый знак, что ждет на неделе. И как всегда, первые знаки у нас идут Овны. Смотрим, что Овнов ожидает на неделе, какие события. Спокойная неделя для Овнов будет, в принципе, достаточно неплохая, но как-то вы немножко поникнете. То есть Овны привыкли всю жизнь бежать вперед паровоза, привыкли именно энергично жить, энергично что-то предпринимать в своей жизни. И вдруг такая ситуация, что все, беда, беда и все плохо. На самом деле ничего плохого нет абсолютно у Овнов. У вас достаточно спокойная будет неделя, да немножко не будет хватать денег. То есть у некоторых Овнов либо свои запасы вытащили, либо ожидается пополнение зарплаты, ждете, когда будет зарплата. Но что-то так и не дождетесь, к сожалению, на неделе. Мало-мало вероятно. Будут кормить обещаниями завтра-послезавтра, но как-то пока тишина. То есть и вы вообще еще больше духом упадете. То есть как-то вот идет так. Но слишком настраивать себя так не стоит на неделе, потому что в принципе неделя вам будет позволять все-таки какие-то возможности давать. То есть это и в плане финансов, это и решение ваших вопросов. Просто вы привыкли к быстрому темпу жизни Овны, но здесь вам дается передышка. Нужно чуть-чуть успокоиться, нужно чуть-чуть расслабиться. Дать себе спокойно отдохнуть в первую очередь именно душевно. Потому что в принципе все решить сразу вы не сможете. Просто ни физически, ни духовно, никак. Ни психологически решить все проблемы свои, какие у вас есть, какие у вас накопились. А накопилась куча проблем, которые для вас в первую очередь надо решить. Просто действуйте все поэтапно. Не пытайтесь решить все и сразу. Иначе вы себе еще такую же кучу проблем наживете. Понимаете? А надо расслабиться, успокоиться. Все идет своим чередом. Даже если что-то не получается, ничего страшного. Придет время, решится и другой вопрос ваш. Понимаете? То есть вам нужно научиться расслабляться, отдыхать. Потому что ваш бешеный ритм, к которому вы привыкли, сейчас, конечно, для вас это немножко катастрофа. Как-то так сидеть на месте, ничего не делать. Но вот у вас идет именно так. И как-то вы немножко недовольны будете, что вам дает чуть-чуть себе, вот для вас, просто отдохнуть. Поэтому старайтесь как-то более спокойно на все это смотреть. Но неделя вам идет, дает такое вот, в принципе, спокойствие. В первую очередь, вам душевно надо успокоиться. Ладно. Давайте делаем вам корректировочку. На неделю смотрим. Потому что что-то как-то иначе вы еще больше духом упадете. Овны. Придут ваши дела, придут ваши возможности. Не переживайте. Потому что здесь, иначе вы можете вообще закрыться. закрыться и вообще ни о чем не думать. Во-первых, берегите вот то время, которое вам сейчас дается. Берегите вот эти вот возможности, вот это ваше состояние. Потому что, возможно, что больше такого-то и не будет спокойствия, как сейчас. Но при этом не забывайте, что ваши дела никуда не денутся. Вы все успеете вовремя, вы все свои дела решите. То есть вы опять, как говорится, войдете в строй и пойдете дальше. Понимаете? И сможете уже решить свои вопросы. Просто вам немножко нужно поменять мышление. Поменять свои взгляды. Никуда от вас ничего не денется. Просто вопрос времени. И это всего лишь неделя, которая пролетит очень быстро. Так. Это у нас с вами были овны. Теперь мы смотрим телец. Тельцы, что вас ожидает? Тельцы, ждите новостей. Причем новости вы, скорее всего, знаете этого человека. Ждете для вас. Эти новости очень важны. Потому что здесь вы все прям вот на эмоциях, все прям на нервах. Ну когда же, ну когда же. Либо какого-то ответа вы ждете. Какого-то, знаете, такого решительного ответа, который изменит ваше состояние. Который изменит кардинально чуть ли не вашу жизнь. Ждите, потому что здесь уже рыцарь мчится к вам с новостями. Что-то пытается до вас донести. И в скором времени вы эти известия получите. В принципе, известия для вас приятные. Вы это сможете очень легко всего будете воспринимать. И для вас это идет определенная позиция уверенности и спокойствия. В том, что вы либо дождались, в том, что либо новости идут для вас все-таки приятные. То есть эти известия, они перевернут ваше сознание в первую очередь. И для вас, благодаря этим известиям, для вас неделя пройдет спокойно. Это первый момент. А второй момент, немножко неприятный. Вы услышите какие-то слухи про себя, не совсем приятные как раз. То есть может быть и такое. Будут разговоры за вашей спиной относительно, может быть, и вашей жизни, вашей личности, того, как вы поступаете. Вот здесь вы должны как раз более спокойно воспринимать. То есть вас будут выводить на эмоции, вас будут выводить на какие-то поступки, о которых вы потом будете жалеть. Вот от этого вам надо отходить. То есть если вы хотите, чтобы неделя прошла спокойно, не вступайте ни в какие споры, конфликты, ссоры, которые вокруг вас сейчас будут крутиться на неделе. То есть вас будут провоцировать. Если вы будете сохранять спокойствие, тогда вы обойдете вот эти конфликты. Но вас будут провоцировать сейчас. Так, ладно, делаем. Так, вам корректировочку. Сейчас смотрим. Не поддавайтесь провокациям. Но вот опять, у вас опять идут одни эмоции. Понимаете? Не поддавайтесь провокациям. Потому что вот у вас будет такое состояние, когда вы что-то услышите, что-то узнаете про себя, вы можете, вам нужно контролировать свои эмоции, научиться хотя бы на неделе. Потому что здесь даже какое-то ваше любопытство. А дай-ка я узнаю, что про меня думают. Понимаете? И получится, что вы сами себе наживете еще проблемы. Не поддавайтесь провокациям. Не поддавайтесь своим эмоциям. Не впадайте вот именно в такие вот состояния, когда любознательность. Вот хочу все узнать. Вам не нужно. То есть соблюдайте спокойствие на неделе. Тогда вы обойдете очень много вот именно вот этих негативных, неприятных разговоров вокруг вас. Тем более вы знаете, от кого это может быть. Так, теперь мы смотрим близнецы. Что-то как-то у близнецов тяжелая неделя, тяжелая, тяжелая. Что-то какие-то у вас перемены идут, и перемены идут колоссальные. А вот как вы примете эти перемены, зависит от вас. Перемены у вас нагрянут неожиданно. Вы этого не ждете совсем абсолютно. И здесь очень многое будет зависеть от вашего настроя. Во-первых, если вы не будете впадать в панику, а подстроитесь под обстоятельства, вы выйдете из своей сложной ситуации, вот из этих перемен, которые на вас, как говорится, свалятся на голову, на ваш. Вы сможете выбраться, если вы не будете впадать в панику, в эту депрессию, в состоянии, когда ничего не хочу, меня ничего не радует, зачем мне всё это нужно. Вот вам в это нельзя впадать. Это первый момент. И второй момент. Всё-таки ещё нужно уметь подстроиться под те обстоятельства и уловить вот эти моменты, которые у вас будут на неделе, потому что иначе вы можете сами себе перекрыть полностью дорогу. Понимаете? То есть здесь очень многое зависит всё-таки именно от вашего настроя, от вашего поведения. Не люди, а именно вы. Вы способны как изменить, вот выйти из этого состояния, так и вогнать себя в это состояние. Понимаете? Только вы будете руководить событиями на неделе и способны решить. То есть если вы захотите, вы себя загоните, что сляжете просто, либо наоборот вы выйдете из этого состояния. Понимаете? Очень многое зависит от вас. Но перемены, которые у вас идут, они неожиданно свалятся на вас, что вы не совсем будете готовы. Как будете воспринимать эти перемены, это, конечно, зависит от вашего настроя и насколько, в принципе, вам нужны эти перемены. То есть может быть кто-то действительно хочет кардинально уже поменять свою жизнь, надоело. Всё, хочу изменений. Пожалуйста, судьба вам даёт вот эти изменения. Понимаете? У вас даже и королева Пентакли вышла, корректировочка. Пусть остаётся. Чтобы вот не впадать вот в эту депрессию, королева Пентакли как раз показывает, что вам нужно всё-таки именно более рассудительно подходить к каждому вопросу. То есть не бежать сломя голову там и не рвать на себе волосы, а более спокойно, более рассудительно подходить к каждому вопросу. Потому что всё решаемо, всё будет решаться. То есть то, что на вас свалится, это временный эффект, временный вариант, который вы должны пережить. Но если вы подойдёте с умом, если вы будете рассудительно относиться и с пониманием того, что происходит в вашей жизни, вы тогда быстро выйдете из этого состояния. Если вы этого не поймёте для себя, ну тогда вы забудете себя так, что долго не сможете выйти. То здесь вам нужно всё обращать на первую очередь именно свои желания, на своё состояние. Так, это у нас с вами были близнецы. Теперь мы смотрим раки. Раки, что вас ожидает? Тоже рыцарь мечей. Ну, у вас десятка кубков. Ну, раки, ждите гостей. Может быть, кто-то из родственников, или вы к родственникам поедете. Ну, тогда, причём вы либо ждёте, либо не ждёте, но однозначно к вам сейчас приедет кто-то. Может быть, из дальних родственников. Есть такой момент, что приезд будет, ждите, где вы соберётесь всей семьёй, будете радоваться, в принципе. Но достаточно неплохо идёт позиция. Но есть ещё такой момент. Могут быть конфликты в семье, могут быть разногласия в семье, которые вы должны сразу как бы пресекать. Не поддаваться именно, вот знаете, как ты мне сказал то-то, я тебе скажу это. То есть старайтесь как-то спокойно сохранить вот эту обстановку, в принципе, в доме, какая у вас есть. То есть, в принципе, у вас достаточно неплохая обстановка в доме, тихо, спокойно, но где-то слово за слово пошло-поехало, и всё, разошлись в разные стороны. Понимаете? То есть вот будьте осторожны со словами, которые вы можете сказать именно своей второй половинке либо своим родным. Понимаете? Будьте осторожны именно с выяснением отношений, потому что напряжённость может быть среди родственников, вы можете наговорить кучу всего друг друга, о чём потом будете сильно жалеть. То есть здесь будет немножко такая обострённая ситуация, немножко такая очень напряжённая у вас в доме будет атмосфера. Возможно, что и как раз едет какой-то ваш родственник выяснять с вами отношения. Такое тоже может быть. И вам надо быть осторожней, не поддаваться его провокациям, которые будут идти с его стороны. Будьте внимательны, будьте осторожны, будьте умнее, отходите лучше в сторону, потому что здесь, ну, знаете как, напряжёнка эта быстро сойдёт, и в принципе вы быстро помиритесь. А если слово за слово, то можете раздуть такой скандал, что всю неделю будете ругаться. То есть старайтесь как-то более, но спокойно воспринимать вот эти все разговоры, которые вот и будут. Так, ладно, давайте вам сейчас корректировочку сделаем, посмотрим. Сдерживайте себя. Ну вот у вас и идёт восьмёрка мечей. Сдерживайте себя. Как бы вам не хотелось покричать, как бы вам не хотелось высказать вот всё, о чём думали, вот всё, что накипело, наболело. Сдержите себя. Вот хотя бы на этой неделе сдержите себя, понимаете? Потому что если будете захочется вот что-то в ответ сказать, вы об этом пожалеете. Вы можете разрушить семью, и вы можете с родственниками разругаться так, что мало не покажется. Поэтому сдержите себя для того, чтобы прожить неделю спокойно и не разругаться. Так, это у нас с вами были раки. Теперь мы смотрим лев. Лев, что вас ожидает? А львы только в работе, только в пути, только в бой. У львов немножко такая. Она, с одной стороны, хорошая неделя, но вам придётся побороться за своё место под солнцем. Придётся. Причём вы даже не совсем будете понимать, как вам дальше вести себя, как вам правильно поступать. Потому что вроде вы уверены в своих стремлениях, вы уверены в своих силах, но что-то какие-то у вас будут постоянные палки перед вами. Именно постоянно вам будут что-то ставить в колёса, не давать вам именно продвижения вперёд. То есть здесь у вас идёт именно такой момент. Причём не все хотят, чтобы вы и встали на ноги, и продвинулись, и решили свои дела. Не все хотят. Они, возможно, открыто вам не говорят, прямо, но тем не менее есть люди, которые будут вам мешать в реализации ваших дел на неделе. Поэтому здесь соблюдайте спокойствие. Вы на правильном пути. Вы делаете всё правильно, вы делаете всё верно. У вас хорошие позиции. Вам просто нужно побольше уверенности и продолжать в том же духе, не обращая внимания на препятствия, которые будут на неделе. Потому что здесь будете отвлекаться на препятствия, вы можете упустить важные моменты для себя и не сделать то, к чему вы идёте, к чему вы стремитесь. Поэтому вам больше надо будет сосредоточиться на своей цели, а не на то, что будут вам препятствовать. Так, сейчас вам тоже сделаю корректировочку. Посмотрим, что у вас. Ну, посмотрите, не отступайте, не отступайте. То здесь у вас несколько вариантов. Вы можете где-то проявить мягкость, но и где-то вы можете проявить и свою силу. Тем более вы, лев, вам и лев, и выше, понимаете? То здесь проявите свою именно смелость, свою покажите гордость, покажите свой характер, и ваши вот эти враги разбегутся в разные стороны. Понимаете? Возможно, вы с кем-то слишком мягко себя вели, как раз, что наоборот, нужно уже и показать свои зубки кому-то, чтобы достичь того, к чему вы идёте. И тогда вы решите свои вопросы. Так, это у нас с вами были львы. Теперь мы смотрим Дева. Дева. Что вас ожидает? Тоже король копков и рыцарь копков. Ну вообще, Девы все в любви, все в отношениях, все в эмоциях. Прямо одни эмоции, Девы. У вас будет такая неделя. Вы больше будете с кем-то договариваться, с кем-то встречаться. То есть, несмотря даже на ситуацию, которая сейчас идёт, но вы будете вот что-то с кем-то обсуждать, какие-то вопросы, пытаться что-то решить для себя. И, в принципе, вы как-то всё это будете спокойно воспринимать. То есть, у вас в основном будет такая неделя. Знаете как? Больше будет настрой на свой лад. То есть, вы никуда не будете спешить, вы никуда ни к чему не будете стремиться особо. Но и в то же время потихонечку будете делать свои дела. И у вас дела будут складываться удачно. То есть, с одним решили поговорили, с другим встретились, поговорили, мирно со всеми обсудили и таким образом решили свои дела. То есть, в принципе, у вас обстановка приятная, хорошая, вы будете очень довольны развитием событий на неделе. Немножко она будет эмоциональна, где-то может быть спыльчивость у вас, но, мало ли, там может быть что-то пойдёт не по-вашему, предположим. Но вы быстренько выйдете из этой ситуации и будете дальше продолжать свой путь. Так, девы, сейчас вам тоже делаем корректировочку. Смотрим, что же всё-таки у вас. Сейчас сделаем корректировочку, как у вас будет обстоять дела. Ну, посмотрите, девы, новые хитрые создания, между прочим. Вы можете, если вы захотите, а у вас будет сейчас желание, будут возможности, вы решите свои вопросы. Причём вам это будет легко даваться, потому что вы знаете, вы знаете, к кому подойти, как подойти, что сказать. Вы очень хорошо будете как раз именно владеть ситуацией на неделе и очень будете хорошо владеть именно вообще в целом, то, что вы к чему будете идти. То есть у вас есть все возможности, и вам просто надо браться за эти возможности и уже действовать. И тогда вы всё это решите. Так, это у нас с вами были делы. Теперь мы смотрим весы. Весы. Ой, весы, как бы не хотелось перемен, изменений, но вы почему-то застряли. И причём вы даже не совсем поймёте и на неделе, где совершена ошибка, где вы застряли. То есть у вас идёт ситуация, что всё вот, такое чувство, как будто у вас всё происходит изо дня в день одно и то же. Ничего не меняется вообще. То есть вот, что сегодня, что завтра, что послезавтра. То есть как-то у вас идёт такая позиция. Вроде вы и пытаетесь уловить какие-то моменты, пытаетесь как-то ухватить ситуацию, но получается одно и то же. То есть здесь у вас, к сожалению, на неделе будет то же самое. Я не вижу пока выхода из той позиции, в которой вы оказались, к сожалению, может быть, вы не все усилия прикладываете. Понимаете? То есть вам нужно понять, где вы не сделали какой-то шаг либо какое-то действие. Вам нужно всё-таки выбираться именно вот из той позиции, в которой вы находитесь. То есть вроде вам и комфортно, но вы понимаете, что если вы сделаете шаг, значит, что-то вы уже оставите в прошлом. А может, вам не совсем ещё хочется это терять, но в то же время хочется уже изменений. То есть пересмотрите именно своё отношение, что для вас важнее всего, чтобы уже наконец закрутилась ваша жизнь. Потому что вы хотите, но вы пока не готовы, либо этого не делаете. Понимаете? И вот поэтому получается, что на неделе у вас идёт то же самое. То есть такое, как некая остановка в вашей жизни. Вроде и хочу, вроде и знаю как, но почему-то вот никак. Потому что нужно немножко не бояться сделать следующий шаг. Но вам нужно выбрать правильное направление. А над этим нужно подумать. Понимаете? То есть вот именно вот просто сесть, спокойно подумать, что для вас важнее в первую очередь. Ладно, давайте вам сделаем корректировочку. Сейчас посмотрим. Ну вы просто уже, знаете как, вот внутренним духом упали. Всё. У вас уже идёт такое состояние, что уже ничего не интересно, ничего не радует. Вам нужно открывать глаза и смотреть по сторонам. Вот у вас идёт такое чувство, что вот всё, всё закончено, у меня больше не будет шансов либо нет шансов. Шанс есть всегда. И у вас на неделе будет шанс, если вы всё-таки посмотрите вокруг себя. Если вы вот немножечко откроетесь и увидите вокруг себя именно совершенно другую дорогу, по которой вы пойдёте. И уже удачно решите свои вопросы. Потому что шансы у вас будут на неделе. А вам только останется ими воспользоваться. Так, это у нас были весы. Теперь мы смотрим скорпионы. Скорпионы. Ой, скорпионы довольны будут на неделе. Всё прекрасно, всё хорошо. Причём здесь просто. У кого-то праздник будет, собираются гости, веселье. Кто-то очень удачно заключит какие-то договоры. Причём это будет так удачно, что вы будете и пировать, и радоваться. Всё, что было с трудом достигнуто, наконец, у вас на неделе всё это завершается. Наконец, вы будете радоваться тому, как у вас будет складываться. И отношения с родственниками. Если были ссоры, конфликты, вы, наконец, помиритесь. В личной жизни у вас, наконец, идёт налаживание. В работе, наконец, решается удачный вопрос для вас. Потому что здесь вы, наконец, выходите на ту стабильность, которую вы хотели. у скорпионов неделя просто прекрасна. Вы просто будете счастливы и довольны тем, как у вас будет происходить. Я даже не знаю, нужна ли вам корректировочка. Давайте посмотрим всё-таки ваши эмоции. ну, посмотрите, вот у вас карты выпадают, уже прыгают, у вас тройка копков. Пользуйтесь моментом и расслабляйтесь и радуйтесь жизни, радуйтесь событиями, которые у вас будут идти. Понимаете, у вас вот наступил, как говорится, праздник. Просто вот праздник в жизни, где вы действительно будете очень довольны. Поэтому здесь скорпионы, у вас вот из всех пока самая прекрасная неделя вышла. Поэтому здесь просто пользуйтесь моментом. Так, ладно. Теперь давайте посмотрим Стрельцы. Стрельцы. Что же вас ожидать на неделе? Стрельцы. Ой, Стрельцы как-то очень как-то. Тоже какие-то события будут, которые не совсем вас будут радовать, какие-то обстоятельства заставят пересмотреть либо вашу жизнь, либо ваши какие-то возможности, какие-то дела. И причём вы не совсем будете уверены, правильно ли вы поступаете, или нужны мне эти изменения, или нет. Вот вы как-то будете немножко сомневаться. В первую очередь не доверяйте никому, особо на неделе, особенно кто будет настаивать на изменениях. То есть в первую очередь подумайте, проверьте, доверяйте только себе, именно вот себе, потому что вы на неделе не совсем будете понимать, кому можно верить, а кому нет. У вас, вокруг вас сейчас будет очень много народу крутиться, который каждый будет на свой лад вести. Понимаете? И у вас будет такое состояние, раздор, что а кому же мне верить, а кому мне лучше действительно обратиться. В первую очередь полагайте всё-таки только на себя, на свою интуицию, для того, чтобы можно было решить вопросы. Не спешите, не торопитесь, подумайте, обдумайте каждый свой шаг, потому что этот шаг у вас на неделе будет решающий, который изменит вашу чуть ли не жизнь, вашу ситуацию. Вы к этому должны быть готовы. И если вы чувствуете, что вы не готовы сделать шаг, лучше подождите. Вот у вас идёт именно так. Так, делаем вам корректировочку, смотрим. Вот не спешите, вот у вас даже рыцарь мечей показывает, что не торопитесь, не бегите вперёд провоза. Понимаете? То есть вам захочется что-то решить быстро, но карта вам показывает, притормозите своих коней. Понимаете? Притормозите ситуацию. Обдумайте. Пускай у вас вся неделя на это уйдёт, но вы для себя примете правильное решение, и вы не будете потом оглядываться назад и вспоминать, а зачем же я так поступил? Или я так поступила? А зачем же я сделал именно так? Понимаете? Притормозите своих коней на неделе, чтобы не сделать ошибок, которые вы можете. Так, это у нас с вами были стрельцы. Теперь мы смотрим козерог. Козероги, что вас ожидают? Козерогов напряжённая неделя тоже, что-то как-то пошли у нас знаки все в печали, все в слезах, тоже что-то козероги. Что-то вас будет очень беспокоить сильно, причём вы будете сдерживать своё состояние, вы не сможете решить свои вопросы и, скорее всего, по вине других людей. То есть вы либо кому-то не тому человеку доверитесь, либо сделаете какую-то ошибку. Возможно, эта ошибка была в прошлом сделана, но она у вас именно сейчас откроется, ваша ошибка. То есть обстоятельства, к сожалению, на неделе будут против вас. Не совсем всё удачно будет складываться так, как вы рассчитываете, так, как вы хотите. То есть будут обстоятельства вас сдерживать это первый момент, что вам лучше немножко остановиться и подумать. А может, не стоит сейчас делать такие резкие движения, именно что-то менять. И сами будьте сдержаны, не провоцируйте именно других людей на то, чтобы вам что-то высказывали. Потому что вы сразу очень много узнаете про себя столько интересного на неделю, столько нового, что очень потом пожалеете. А зачем же я попросила сказать про себя или попросила? Зачем же я сказала, спросила? То есть здесь вам очень нужно быть осторожными как в общениях, так и в своих действиях на неделе. Так, ладно, давайте вам сделаем корректировочку, потому что что-то козерогиус вообще прям катастрофа, прям печаль. избегайте лишних разговоров, избегайте лишних ненужных проблем, которые у вас и так есть проблемы и вам лишние еще не нужны. То есть если вы чувствуете где-то подвох, лучше уйдите молча. Лучше пусть потом думают, но вы зато избежите именно многих ошибок, которые будут у вас потом на пути. Понимаете? не вступайте ни в какие ссоры, ни в какие конфликты. Лучше просто избегать, то есть вы чувствуете, что что-то не то идет, лучше молча уйдите. Вы тогда таким образом спокойно обойдете проблемы, потому что у вас неделя идет напряженная. И если вы пойдете в пеку, как говорится, решать проблемы, то вас это очень сильно поглотит, что очень сложно будет выбираться. Поэтому здесь избегайте, избегайте. даже если кому-то это не понравится. Так, это у нас были козероги, а теперь мы смотрим водолей. Водолеи, что вас ожидают? Тоже переменные. А водолеи, вот наоборот, будут идти к переменам, и вы к этому уже давно идете. И вы чувствуете, что вот она моя неделя, наконец, у меня свершится, что-то решится. Причем вы без сожаления оставите то, что вы оставляете, и уже пойдете дальше. Вы уверены в себе, уверены в своих силах, уверены в своих поступках. Вы знаете, что вы делаете правильно, вас не свернуть абсолютно. Кто что там говорит за моей спиной о моих делах, мне все равно. Вот у вас примерно так. Очень активная неделя, очень благоприятная для вас, где вас уже не остановить. Вы просто уже выбрали для себя дорогу, и вы знаете, как вы будете идти. А обстоятельства будут вам наоборот позволять идти вам на руку, потому что здесь в принципе все вопросы у вас будут решаться очень удачно. И причем вы это знаете, вы уже к этому идете. То есть у вас идет такая позиция, что вы уверены в успехе своего дела. Так, давайте вам сделаем корректировочку. Ну посмотрите, ну не бойтесь каких-то своих поступков, своих желаний. Действуйте, действуйте. Наконец у вас наступает неделя, когда вы можете сделать что-то приятное для себя, что-то хорошее, что-то такое, что давно хотелось. Понимаете, вот используйте это время, реализуйте свои желания, которые вам давно хотелось, потому что вам судьба сейчас дает такие шансы. А вам надо просто этим воспользоваться. Так, это у нас с вами были водолеи. Ну и теперь последний знак это рыбки. Смотрим. Рыбки, что вас ожидает? Ой, рыбки, что же вы все такие поникшие, ничего не хочу, ничего меня не радует. Ну зря, зря. у вас смотрите, идет такая позиция, что вы все-таки найдете выход из своей ситуации, вы найдете решение, которое вас очень сильно тревожит, которое теребит вашу душу, которое не дает вам покоя, которое уже длится и длится и длится и конца края нет, и когда же решится этот вопрос. Как раз на неделе у вас появляется шанс? Захотите им воспользоваться или нет, зависит от вас, потому что вы настолько погружены в свои печали, в свои мысли, что вы этот шанс можете не заметить. Вам будут просто говорить вот он, вот он, бери и делай. Понимаете, вот вам так и надо на неделе, если вы хотите выйти на какой-то новый уровень. У вас появятся возможности, у вас появятся обстоятельства, хорошие для вас, но вы почему-то не совсем вам будете доверять. А вот попробуйте вот хотя бы какое-то одно действие сделать, чтобы увидеть уже результат. Попробуйте. И вы увидите, что у вас открывается другая дорога. Не та, по которой вы всё время шли, а что-то на жизни, где вы действительно уже сможете решить свои вопросы. И удачно для себя в первую очередь. И выйти вот из этого наконец состояния, когда ну когда же будет просвет. Понимаете, вот у вас приблизительно так. То есть на неделе у вас будут возможности. И в принципе если вы пересмотрите свои отношения, ну вы не упустите эти возможности. Вы уже наконец поймёте, что может быть вы не о том думали совершенно, а что может быть нужно именно свой взгляд обратить на что-то другое. Вот у вас идёт так. Так, ладно, давайте вам тоже корректировочку сделаем сейчас посмотрим. Ну посмотрите, у вас идёт именно всё-таки выберите именно вот то, что вам знаете, как вот по духу, по душе. Именно выберите вот то, что вам больше всего хочется. Возможно, что вам придётся выбирать, вот как говорится, вот из двух зов выбирают меньше. Вот как раз здесь вот то же самое. Понимаете, вам нужно именно определиться, наконец определиться. И возможно, вы думали не о тех проблемах, которые вы можете решить, предположим, о других забыли проблемах. То есть пересмотрите, переключите свой взор на другое совершенно, для того, чтобы выйти вот из этого состояния и чтобы уже удачно решать свои вопросы. То есть вам неделя даёт возможности, которые вам надо просто определиться для себя и уже действовать. Это были рыбки. Вот такая у нас с вами получается неделя. Я всем желаю, чтобы неделя для всех прошла спокойно, удачно. И как всегда подписываемся на канал, пишите комментарии и пока-пока. Редактор субтитров Корректор А.Егорова